а вот такой вопрос может быть вы подскажете вот есть какие-то мифы ну в сознании граждан или будущих граждан по части вот иммиграционного процесса там законов это какие-то массовые поверья которые на самом деле вот какая-то жуткая неправда но тем не менее они живучие вот еще такое живучие и неправильно ну какие то есть много разных категорий миграции то есть есть например я вам все скажу например что приходит в голову то что очень легко сделать фиктивный брак скорее всего обойдется сейчас очень сложно стало с этим сейчас специально открыт отдел иммиграционный который нанимает людей и прямо как в кино следит человек за тем кто приходит ночевать проверяет кредит репорт то есть прямо как правит инвестигейтер правит правит инвестигейтер и фиктивные браки почти все сейчас проваливаются а кто-то может быть распространяет до сих пор легенду что в принципе у меня обошлось мы жили в разных штатах там в разных городах и получили грин карту без проблем проверяют больше чем треть браков потому что считается что больше половины эффективных браков именно больше половины браков эффективны а что там просто вот если вы меня спросите эти 25 лет прожил я не знаю вот скажем к кому пойти чтобы тебе там эффективно туда с тобой женился люди наверное находят естественно я в этой практике не принимаю участие то есть ко мне приходят люди если они мне скажут у нас про эффективно я не буду с ними работать если они приходят и говорят мне этого муж или это моя жена можете мне помочь с документами я не буду лишние вопросы спрашивать я просто скажу что мне нужно от вас вот это вот это мы с вами сейчас поговорим о процессе вас просят вот это документы такие там нужны и я буду вместе с вами работать но есть то что я слышу сама от людей есть организации которые типа как службы знакомств есть какие-то сайты где люди конкретно ищут вариант эффективного брака пройти платят за это деньги есть очень много таких всяких левых организаций и частных лиц которые сводят людей и обещают им все оформить есть только на то есть такое практикуется на это сейчас очень сложно потому что многих проверяет есть еще миф что студенческая виза ведет к постоянному постоянному жительству например что это самый легкий пути миграции но это не для всех так то есть для некоторых это легче всего уехать может быть постареренческой визе потому что скорее откажут по гостевой чем по студенческой то есть ли вопрос то есть ли бывает такое что это самый легкий путь иммиграции то есть это может быть самый легкий путь выезда и везда в америку и это правда что нет гарантии нет 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 и гарантии а нет лимита на количество лет, которые человек может находиться на студенческом статусе, но это отнюдь не самый лучший путь иммиграции, постоянной иммиграции, потому что все равно нужно получить рабочую визу в итоге или получить грин-карту, иначе это не ведет. Получить грин-карту? Точно так же, как мы с вами обсудили, если не использовать студенческую визу, то есть найти работодателя по HVZ после... Обычно логично. Сейчас же сложно с HVZ. А на специальности еще тоже, да? Зависит много. Если он там гуманитарное что-то изучил. Это, например, квота на HVZ и процесс подачи не зависит от специальности. В чем хороша FVZ студенческая, что по ней не так сложно выехать. Обычно, если находишь учреждение учебное, которое выдает форму I-20 для визы студенческой, то если это не левое учреждение, то обычно без проблем человек получает FVZ. Приезжает в Америку, у него нет ограничений на количество лет и на специальности, на которые он может учиться. Только плати деньги и можешь учиться. Ну, доплатить? Ну, вот. Есть люди, которые имеют на это средства, они могут подрабатывать, скажем, по-черному. То есть обычно работать нельзя, пока человек не закончит, не получит диплом, а потом получает год или полтора optional training. Но в чем хорошая FVZ виза? Например, если человек получил уже степень бакалавра и нашел работодателя, который согласен на H1B визу сделать. Если H1B виза не получилась, скажем, из-за лотереи, человек может продолжать быть в FVZ, на студент-визе и через год опять попробовать. Или к этому же, или к другому работодателю. И может работать на того же работодателя, скажем, год, потом, если не получилось H1B, обратно уйти учиться. Ну, то есть теоретически можно этим пользоваться. Ну, это молоденькие должны быть, это же там в 40 лет же не поедешь. Ну, или те, у кого есть средства, или, может быть, например, второй человек имеет свой бизнес. То есть люди, которые имеют студенческую визу, они могут решать этот вопрос тем, что они могут иметь свой бизнес. А визжать-выезжать в страну из страны легко? Да, они получают штамп в паспорте, и они с этой визой могут путешествовать. Но миф в том, что это именно виза, которая ведет к Green Card, это не всегда так. Ну, это, наверное, далеко не самый дешевый способ, я не знаю. Ну, смотрите, самый дешевый способ – это брак. Лотерея? Если он… лотерея вообще бесплатная. Брак и, ну, вот, в последнее время все-таки статус беженца, если есть хоть какая-то зацепка и согласие быть невыездным пару лет, то это, в принципе, неплохая категория. Есть еще вот какой миф. Многие люди думают, что подача на статус беженца – значит, человек неимущий и человек, ну, почти как нищий. А на самом деле это не так. Поэтому, например, если у кого-то ситуация такая, что у них свои бизнесы, и у них есть выбор между EB-5 визой инвестиционной и беженством, беженство не нужно рисковать и положить 500 тысяч на какой-то проект, плюс потратить, скажем, там 80 тысяч. Можно подать на статус беженца, и даже если вдруг будет 1-2-3 апелляции, это все равно будет меньше, чем 80 тысяч. Но некоторые люди считают, что это выглядит плохо и что это унизительно. А на самом деле это не имеет никакого значения, какая финансовая ситуация у людей. Статус беженца просто дает им право потом легализоваться в стране. А вот такой вопрос. Ну, хорошо, мы знаем, что первый этап в статусе беженца – миграционный офицер, и там есть какая-то вероятность того, что он проходит. Я слышу, что вот есть адвокаты, у которых очень высокий процент прохождения на первом этапе, где-то там не 80 процентов, ну, хорошо, допустим, человек говорит, ну, порядок попал в 20 процентов. И я вот, у меня отказ. Значит, он пошел в суд, потом пошел на апелляцию, потом снова пошел на апелляцию, потом, какой процент людей реально отправится на депортацию после этого всего. То есть не будет успешно. Вы имеете в виду, депортируют из страны физически, посадят на самолет и отправят обратно? Ну, да. Очень маленькие. Меньше, чем 1 процент. Хорошо. Знаете почему? Потому что если человек очень заинтересован остаться, он найдет пути уже к тому времени, что он исчерпал 3 апелляции, уже каким-то образом он или получит статус, или женится, или там разведется, женится, что-то произойдет уже до этого времени. Депортируют тех, кто нарушил серьезно закон, не связанный с тем, что человек находился дольше в стране. Связан с серьезными какими-то уголовными нарушениями, фрода, такой обман, подделка документов. Есть какие-то серьезные нарушения, из-за которых человека могут депортировать. Хорошо. Вот такой момент. Вот у нас есть пара одна, то есть муж и жена. Молодые ребята. Они вот как-то долго были в этом процессе, им все отказывали, 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 отказывали. И в итоге они все проиграли, что могли проиграть. И дальше они приехали к нам учиться. И я говорю, а может у вас завтрак у меня-то завтрак в самолет? Они говорят, у нас, говорят они, я боюсь перепутать, какое слово первое, какое второе, то ли removal of withdrawal, то ли... Висхолдинг of removal. Висхолдинг of removal. Это чего такое? Это похоже на статус беженца. Единственное, что после этого висхолдинга of removal нельзя получить гринкарту и нельзя получить гражданство. Это такой статус, который дает право жить в Америке и работать в Америке как бы пожизненно, без возможности получения гринкарты и гражданства. Вот так. То есть никак не соперировать, ничего? Нет. И выехать нельзя? Нет. То есть обычно, когда человек подает на статус беженца, есть специальная анкета, бланк такой, на 9 страниц. И этот бланк общий на асайлум, то есть статус беженца, на висхолдинг of removal, вот этот статус, и есть еще, называется convention against torture, то есть как бы три вещи, которые рассматриваются сразу, когда человек подает на статус. Асайлум более предпочитаемый статус, потому что он ведет потом в гринкарте и гражданство, плюс по нему можно получать бенефиты от государства, финансовые, медицинские, да, разные. А другие статусы этого права не дают. Но convention against torture это для тех, кто не может получить асайлум, не может доказать какие-то вещи, которые требуются на асайлум, но показывают, что в их стране их будет, над ним будут издеваться. То есть не именно пытаться? По какой-то причине. Пытать издеваться, то есть которых могут убить. Он не очень распространенный, то есть редко кто подходит под эту категорию, но и этот статус рассматривают автоматически. То есть, например, если человеку отказывают в асайлуме, после этого сразу рассматривают статус по convention against torture и по висхолдингу of removal. А висхолдингу of removal чем хорош? Например, человек, который не подал на асайлум в течение первого года с момента приезда в Америку, для висхолдинга of removal можно находиться дольше в Америке, чем один год. А сколько? Сколько год. То есть просто человек просит получить этот статус, потому что он тоже показывает, что он боится по похожим причинам, как на асайлум, вернуться в свою страну. Но это не очень предпочитаемый статус, это лучше, чем ничего. Но это для тех, кто решил, что окончательно уже остается в Америке и не против остаться и быть невыездным. Но social security у них есть. Да, social security у них есть. Отвечения на работу есть. И переезд по... Пенсия у них будет. У них пенсия заработанная будет. Заработанная. Да. Они все равно могут получать бенефиты от государства по возрасту, или если они не имущие, например, они только не могут федеральные получить бенефиты, например, social security, от штата, от города. То есть люди находят выходы все равно из ситуации. То есть фактически получается такая история. Допустим, человек подавал, 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 подавал на статус беженца. Ему отказывали, 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 отказывали. Он по всем судам прошел, я уже не знаю, что. Но висхолдингов ремоул у него все равно есть. Но его дадут ему в конце. То есть человеку, например, могли в суде предложить висхолдингов ремоул, а он подал на апелляцию, потому что он хочет добиться асайлума. Да. То есть депортации не произойдет. То есть самое страшное, что может произойти, он остается в США невыездным. Он не может родственников сюда воссоединить, например. То есть если он не получит грин-карту, он не может вызвать сюда своих близких. Но эти близкие тогда заедут тоже в какой-нибудь визе и постараются легализоваться сами. Человек, который получил грин-карту, а потом гражданство, один из бенефитов это привезти сюда своих родных. Хотя сейчас хотят усложнить сильно эту процедуру. Тенденция такая. Ну как усложнить? То есть некоторые категории там очередь пошла вперед, а некоторая очередь пошла назад. Ну речь шла о том, чтобы нельзя было братьев-сестер привозить, а только там вот родители-дети. Наоборот, на самом деле по обамовским предложениям говорят о том, что может быть упростят воссоединение, а не усложнят. Братьев-сестер? Пока что не братьев-сестер, а, например, те, у кого грин-карт, они могут воссоединять мужа, жену и детей до 21 года и детей старше 21 года, но не женатых. Если они их воссоединяют, они должны воссоединять их, когда человек не для мужа, да, человек должен находиться за пределами Америки. А сейчас разговоры идут о том, что может быть разрешат, как граждан Америки, воссоединять мужа, жену и детей, находясь в Америке. То есть есть какие-то предложения, которые могут помогать. То есть человек попал в страну, а дальше ему там аджастмент делают, и все это. Да, то есть сейчас это разрешают только гражданам делать. Есть разговор о том, чтобы разрешать. То есть какие-то правила... Явно им населения не хватает. Какие-то правила... Но на самом деле это все лобби, это все давят представители тех, у кого очереди. Вот люди ждут в очереди, чтобы воссоединить семью. Но это все медленно. Эти вопросы очень медленно рассматриваются в Конгрессе, опять же, потому что это не считается приоритетом. Слушайте, мне на самом деле кажется, что вот эта вот история свисхолдингов, ремовов, она на самом деле дает свет в конце тоннеля тем людям, которые очень перепуганы. Потому что они говорят, а вдруг возвращаться придется там? Или что-то? Вы видите, они не могут никуда выезжать. А у нас вроде статистика такая, что процентов 90 американцев никуда никогда не выезжали. Знаете, сейчас есть лучший вариант, чем в исходниках в ремовов все равно, не временный. Это то, что я вам начала говорить, что вот Обама в конце года решил, что из-за того, что перегрузка в суде в миграционном, можно просто закрыть свое дело. Но это не всем разрешает, это как бы кейс-бай-кейс. То есть нужно просить за каждое дело отдельно. И могут просто закрыть дело в суде депротационное. И человек остается справа на работу, но у него нет висхолдинга в ремовов. Эта ситуация лучше, потому что если человек получил висхолдинга в ремовов, он не может потом дальше апеллировать, пересматривать и поменять этот статус на грин-карту. А если человеку просто закрыли дело в суде, то по идее, если обстоятельства поменялись, он может опять подать на статус беженца сначала. Или он может, к примеру, жениться и таким образом получить документы. То есть женить бы, это как вот такой весенний дождь. Смывают все грехи, там все следы. Ну, типа того. Так, получается. Главное сейчас, чтобы это было легально, потому что если это фиктивно, то это может грозить всякими опасностями, опасностями, то есть это может грозить штрафом, тюрьмой, там очень сильно пугают. И очень маленький процент браков не проверяется. Больше все-таки стали проверять. Но, в принципе, если реальный вариант брака существует, то это самый дешевый, самый простой путь эмиграции до сих пор. Для того, кто приводит, для того, кто здесь и везет себе невесту или жениха, это может быть все-таки с расходом связано каким-то. Есть юридический расход на это дело? Конечно, есть. То есть люди могут сами оформлять, то есть есть государственная пошлина, но, естественно, юрист не делает это бесплатно. Понятно. Но вот, допустим, если человек пользуется услугами юриста, вот, допустим, решил привезти себе девушку, там, мне из Житомира, во что ему обойдется привезти и официально оформить там брак и визу и все дела там девушке из Житомира? Ну, где-то, можно сказать, кругом-бегом около шести тысяч, может быть, со всеми расходами. То есть не так страшно. Да? Это же, ну, окей. Да, прям как на политическую вежущую девушку. На политическую вежущую уже цены поднялись. А, уже спрос растет. Да. Субтитры подогнали Симон.